Вот пожалуйста масленичные гуляния, хороводы, карусели, качели, а вот чучело, чучело поджигают, кареты едут. В мостике он у нас сражается с пьяным матросом, в случае описанного водяника, а вот рядом находится мост побольше. Это самый первый мост через него, это главной Исаакиевский мост. Ставили его на плашков, на специальной лодке, как он называется, плашков, не не Исаакиевский, только Исаакиевский собор. Его разбирали, когда покатили пороги, переспирали полностью зимой. Люди ходили по льду, потому что за плашковка не мог, брали покатить. Ставил он назывался Исаакиевский, потому что звезд Исаакиевский собор. Деревянная, в самом начале 18 века, как раз таки 30 мая, это день святого византийского монаха Исааки Далманского, поэтому она получила такое название. Когда стали перестраивать ее в камни, она стала проваливаться, фундамент очень здесь ненадежен, берега не выпали, не укреплены. Поэтому Екатерина решает перенести его подальше к Лепимойке, где он сейчас находится, где в 19 веке перестроят его агент-пункера. А на этом месте она ставит памятник Петру Первому, известной медной всадью. Деревянной церковью обвечались еще Петр и Екатерина, а сама изначальная церковь была построена как церковь при Адмиралтействе. Поэтому она рядом здесь находилась. Адмиралтейство построено здесь, заседал Петр Первый, принимал чертежи кораблей. После этого спускали на большие возили на Кронштадт, мачт, пушек. В Петербурге в 30-х годах 18 века из одной маленькой свечки, поставленной перед иконкой, горит полгорода. Распространялись, кстати, не только пожары, распространялись еще одни бедствия – наводнения. Они служали в Петербурге очень часто, зацикнут в историю Петербурга, разошло маля 3,100 вновь наводнений. Я даже не могу, а мы с вами садимся. Я вас не могу. В Петербурге в 30-х годах это наводнение, когда возникла водная волна, которая давала перегенеть им углитивно отопадать к озеру. Метры сильные цепляют залог за крышей домов, за деревьями, за предметами мебели. Здесь у нас цирку спасают отопающих. За всю историю Петербурга считаются самыми страшными три наводнения. 1777 года, когда была уничтожена онлайн-система фонтанов в Летнем Саду. 1924 года, фотографию можно еще увидеть в интернете. И 1824, самая страшная из трех, которую в своей поэме медных садник запечатлел Александр Сергеевич Пушкин. А вот по этой системе панарей мы можем проследить, как вода постепенно отбудет. В городе возвращается привычная вода. Конечно, немного обладает праздников. Привет, друзья! В Питере опять солнце и почти чистое голубое небо. Сейчас познакомилась с нашей зрительницей. Много вопросов она мне задавала. Тоже планирует переехать в Анапу. Ну и решила после музея сходить еще посмотреть на площади любимые, на реки, мосты погулять. Короче, сегодня у меня свободный день. Дворцовая площадь, Эрмитаж. Тут какой-то концерт. Сейчас пойду посмотрю. Полянка между медным садником и Исаакиевским собором превращена петербуржцами в загоральную полянку. Вот так на пленэре отдыхают люди. Ловят солнце, оно здесь так редко. Пойду в Исааки. А вот там скульптура другого русского царя Александра Второго. Это за Исаакиевским собором получается. Рядом гостиница Астория и Англитер. Печально известная гибелью русского поэта Есенина. Ну, пожалуй, хватит гулять. Пора приближаться к метро и домой. Редактор субтитров А.Семкин